Привет, с вами Лсаком. Все мы привыкли к тому, что ноутбуки это такие портативные компьютеры. Бывают игровые ноутбуки, которые уже не настолько портативные компьютеры. Но что если я скажу, что Acer максимально упорос и сделал ультра-игровой компьютер, который лежит вот в этом кейсе. И как вы понимаете, он прямо совсем не портативный. Это весит примерно килограмм 20. Я даже стремаюсь его открывать, но ради вас я это сделаю. И покатили на студию, посмотрим, что там внутри. Кстати, расскажу вам жизненную историю. Дома я использую AirPort Extreme, и на студии мы тоже поставили AirPort Extreme. И недавно я узнал, что в новом, который как башенка, есть кулер, потому что он перестал справляться с теми задачами, которые мы перед ним ставим. Поэтому, чтобы сеть наша не треснула по швам, я в Ситилинке купил Kinetic Giga 3 и Kinetic Ultra 2. Они отличаются только количеством портов. В чем прикол? Для того, чтобы нагибать в играх, Wi-Fi все-таки не хватает. И нужно подключать как злющий предатор, так и консоли непосредственно старым добрым эзернетом. И здесь у нас 8 портов, потому что на студии огромное количество девайсов. Одних только PlayStation 3 штуки, и нам нужны все. А дома у меня будет 5, потому что у меня там всего 3 консоли. Этот стоит 7, этот 9, веб-интерфейс, приложенки, все радости. Короче, купил, пользуюсь, радуюсь, вам советую. Это, кстати, не просто кейс, это Pelican, который сам по себе является очень крутым, противоударный, водонепроницаемый, дико дорогой. В России предатор 21Х будет стоить... Сейчас вдохните побольше воздуха и присядьте, потому что, когда я скажу цифры, не факт, что вы удержите равновесие. 699 тысяч рублей стоит этот компьютер. Что там должно внутри быть, чтобы оправдать такую цену? Вы должны это увидеть. Вот она, дичь дикая, предатор 21Х, божечки. И еще конвертик внизу, со всякими ништяками. А под ним еще целая куча ништяков и 2 блока питания, май гад. Прям даже интересно узнать, что здесь вообще в коробке лежит. Пока просто полная дичь. Первое, что бросается в глаза, блок питания размером с мою жизнь. Один, но поскольку здесь две тысячи восьмидесятых, то одного недостаточно. И рядышком есть второй. Сколько этот ноутбук работает от батареи? Я даже не уверен, что она там есть. Ну, знаете, типа перенести с одного стола на другой, наверное, времени хватит. Но вообще, конечно, говорить о портативности здесь особого смысла нет. И дальше начинается что-то очень странное. Вот эта резиновая хрень мне вообще непонятна в виде икса. Надо почитать, что это. Может быть, какая-то подставка, может быть, какой-то органайзер. Хрен его знает. Вот эта вот история. Это трекпад, он же клавиатура. Я так понимаю, что ее можно менять. Она магнитная и с коннектором. Соответственно, вы можете выбрать, что вам больше подходит в данный момент. Есть ремешок. Я не знаю, что это такое. Это на запястье носить, что ли, компьютеры? И есть подставочка. Здесь я врубился, что это. Это для рук, чтобы они не затекали. И вот тут вот я вообще охренел. Я уже одним глазком посмотрел. Вы только зацените, что это. Механические синие клавиши с... Твердочкой. Остался один единственный конверт. Называется Predator 21X. И я так понимаю, что здесь все документы, которые нам нужны. Не кладите детей на Predator 21X. Не сажайте их в, собственно, тот самый ящик. Вот в чем фишка. Больше ничего. На самом деле, никаких годных, я так понимаю, наклеечек. Какой-то супер-пупер крутой истории, которая бы меня заставила гордиться, тоже нет. Ну и окей. Однако Predator подсуетился. И первым покупателем, самым отчаянным в России, приготовил подарки. Подайте, пожалуйста, подарки. Что у нас тут интересного? Во-первых, это, я так понимаю, наушнички Predator. Во-вторых, ковричек замечательный. И в-третьих, самое классное, это мышка Predator. То есть набор аксессуаров, которые позволят вам нагибать с помощью этого ноутбука. И эти подарки не для всех. Только для самых быстрых и смелых. Я даже не знаю, сколько он весит. До хрена. Наверное, самый тяжелый ноутбук эва. Я думаю, что даже старые какие-нибудь самые древние 90-х годов ноутбуки были и то легче. Просто неподъемная хрень. Дичь. Просто дичь. Вау. Слушайте, тут какая-то limited edition 168 из 300. Cherry клавиатура. Блин, вы должны это увидеть. 21-дюймовый изогнутый дисплей. Да-да-да-да-да. Причем с разрешением 2560 на 1080. WFHD. Есть еще вот эта функция от Intel, которая трекает глаза, когда вы смотрите. И вот это, знаете, когда в детстве играли и за телевизор вот так вот делали. Вот это теперь работает. Однако я считаю, что это мертвороженная технология. Нахрен не нужна. Но здесь столько места огромного, что можно вкорячить что угодно. Пау! Вот за что я люблю свою работу. Валя мучается, тащит в офис этот чемодан, который весит. Я даже боюсь узнать, сколько килограммов. Распаковывает, рассказывает вам более подробно об этом устройстве. А мне нужно поиграть в игры и рассказать о своих впечатлениях. Но в первую очередь меня поразил этот изогнутый 21-дюймовый дисплей с частотой обновления 120 Гц. Учитывая, что все игры, которые мы протестировали, идут в уверенных 120 плюс FPS, картинка получается сверх плавная. Но даже в Windows-окошке тягать из левого в правый угол невероятно круто. Это, знаете, мне напоминает дисплей Promotion в новом iPad Pro. Там тоже ты просто листаешь списки ради того, чтобы посмотреть на эту плавность отрисовки. Здесь то же самое. Большая проблема современных игр, знаете, мне кажется, в том, что они, зараза, и весят по 50 гигов и скачать сразу много просто-напросто не получается, потому что, ну, у нас нет столько времени с этим компьютером, чтобы сидеть и ждать, когда они все загрузятся. Counter-Strike Global Offensive весит совсем чуть-чуть. Это стандартная игра, которую мы используем при тестах какого-либо железа, и понятно, что тут сотни FPS на самых высоких настройках нам просто гарантированно. Так или иначе, 2, 10, 80 работающие в режиме слайд дают о себе знать. На этом компьютере вообще ничего не тормозит. В Doom, как и, в общем-то, в других играх, мы выставили ультра-настройки, чтобы максимально нагрузить мощное железо Predator 21X, ну и, конечно же, 130-140 FPS стабильных мы получили. Очень плавно, очень круто, обилие эффектов, блюров, взрывов, монстров, кровищи, все как мы любим. Правда, лично мне в Doom играть достаточно тяжело какое-то продолжительное время, потому что игра уже слишком динамичная и насыщенная действием. Я просто-напросто быстро устаю. Вот Герои 3, вот это по мне. В прошлый раз, когда Валентин тестировал Rocket X и Metro Last Light, многие стали упрекать его в комментариях за то, что он не убрал галочку в настройках, которая резко снижает количество FPS. В этот раз мы учли ваши комментарии и убрали эту галочку и получили на самых высоких настройках графики в Metro Last Light, уверенные 130-140, примерно так, FPS на открытых пространствах и за две соточки в помещениях. Intel Core i7-7820HK, 8 плюс 8 гигабайта видеопамяти в двух GeForce 1080 работающих в SLI, 64 долбаных гигабайта оперативной памяти. Вот вы скажете, ну кто будет тестировать Counter-Strike GO на машине с таким уровнем производительности? Я. Потому что очевидно, что любая современная игра на ультра настройках графики будет здесь работать в максимальном количестве FPS, не споткнется и не закашляется. Конечно, это, блин, компьютер, ноутбук, я не знаю, как назвать, игровой монстр, не для жизни, это устройство, которое ты купишь, если у тебя все есть, и ты такой, дайте мне то, что я не видел, на! Конечно, это странный аппарат за безумные 700 тысяч рублей, но, блин, эта игра мускулами, Acer говорит, смотрите, как мы умеем, и потом какие-то решения отсюда перекочевывают в другие продукты компании и так далее. Ну, это самый странный, самый дикий ноутбук, который я когда-либо видел и трогал. Просто дичь дикая. Прикольно, что они это сделали. Пишите в комментариях, что вы об этом думаете, подписывайтесь на канал, и, конечно же, ставьте ваши лайки максимально ценные, если вам понравилось и хотели бы себе такой, ну, там, поиграть, вот как Илья, например, в StarCraft 4K. Чё бы нет? Чё ещё на таком компьютере делать? И до новых встреч. Пока!